здравствуйте дорогие друзья сегодня мы собрались студии кинофестиваль волшебные фонари на кинолектории ведет кинолекторий режиссер кирилл хефец дросс для беседы в кинолектории приглашены создатели и создатели фильма глоукома юлия чернякова и константин пугачёв здравствуйте ребята здравствуйте здравствуйте передаю слово кириллу хефец у какие хорошие я я посмотрел с удовольствием мультик вот только что посмотрел вот и получил огромное удовольствие у меня тысячи вопросов вот и я очень рад что что вот такие мультики возникают это по-моему здорово язык не поворачивается сказать что это мультик это такой большой полнометражный фильм анимационный полнометражный мультик знаете что вы можете немножко о себе рассказать чуть-чуть что как вы как у вас до этот образовался и просто чтобы зрителям если если они есть то чтобы они тоже немножко включились но и мне интересно тоже как откуда растут эти цветы это наша первая совместная работа и по свидетельству вообще первая анимационная работа и первая такая попытка в анимацию мы учимся в одной группе будет на режиссеров мультимедиа да то есть специальность у нас не анимационная ты его в ките учитесь нет мы учимся в мгпу вот мгпу это педагогичный университет психолого-педагогический мгппу правда студии у нас там нет поэтому приходилось снимать на квартире да и оборудования у нас тоже нет поэтому приходилось использовать вместо камеры телефон вместо какого-то станка просто стол вместо декорации обычную картонную коробку мы ходили по паркам по лесам собирали какие-то материалы деревяшечки иголочки травинки и потом кое-как устанавливать телефон который постоянно вылетал из штатива падал стол штатив был что его не было и мой телефон постоянно вылетал за то штатива поэтому все съемки проходили очень тяжело лампа соединялась и тухло но в целом было тяжело но хорошо то есть вуз нам особо не помогал но это немало может быть это самое самое существенное вообще для того чтобы творчеством заниматься в одиночку скучно все-таки когда есть хотя бы один человек с которым можно что-то вместе разделить а потом умножить на в общем-то это очень ценно но в таком случае расскажите как почему возник этот замысел и как как-то где возник это полгода назад до съемок фильма у меня и и после того как мы стали общаться все какое-то время близко и я эту идею рассказал мы ее обдумали обсудили сценарий вот он сценарий режиссерский слушайте он у вас даже так красиво оформит да вот творцы настоящие чувствуется и потом началась подготовка к съемкам которая длилась это месяц да то есть мы собирали коробку вместе декорации тоже придумали вместе я отвечал за идеи на решение аюде в основном за художество здорово так все таки а вот вот глаукома это же в общем это такой мощнейший образ и он сразу как-то на какие-то философские вещи тянет с другой стороны это в общем болезнь и как вы с этим как у вас все сложилось говорить ну-ка идея не вдохновите расскажите-ка пожалуйста да расскажи хорошо да получается в названии у нас стоит болезнь которая представляет свою приобретенную слепоту это важно что она приобретенная а не врожденная то есть человек со временем получает ее и люди которые немного разбираются в медицине люди постарше они когда видят название этого фильма сразу думают о том что он будет про медицинскую тему ну простые зрители когда смотрят у нас нет не такое большое количество зрителей было но те кто смотрел люди попроще видят здесь какую-то социальную рекламу о телевидении о зле интернета может быть каких-то технологий но основная задумка наверное и все это правда но все это выражает в основном задумку в том что человек взрослее перестает возможность видеть в жизни прекрасное и начинает видеть мир не непосредственно то есть человек перестает брать из этих маленьких ящичков доставать какие-то маленькие солнышки а он начинает видеть мир через посредника то есть в данном случае вот этот вот телевизор телевизор про телевизор мы еще поговорим это у вас какой-то волшебный ящичек который меня покорил совершенно велико такая технология которая невероятная да здорово надо сказать что я этого не прочел но вот после объяснения да это мощно так ну теперь тогда скажите как вы решили вот все-таки такой материал пластилин да он такой специфический почему вы решили из пластилина делать но из пластилина картона на самом деле что можно было найти потому что у нас был бюджет у фильма но он маленький у нас вообще ничего не было как я уже сказала половину вещей мы просто брали у знакомых тот же статив и на улице ходили на улицах искали да искали пух травинки всякие ночи ну вот я еще пластилин почему он подошел к нам нашими имеющимися ресурсами потому что сознание а человечек и представляет собой как некоторую визуализацию он обслуживает эту голову эту коробку и вот и сознание оно такое расплывчатое оно рушается откуда-то сверху и потом выливается вот это вот существо ну а ну надо сказать у вас откуда-то сверху так в общем совсем не как бы не поэтично она появляется вот расскажите как как вы так почему так первая сцена она снималась самой последней даже и по нашему фильму по идеологии нашего фильма появление человека это что такое сверху естественно человеку недоступное для понимания поэтому оно не настолько приятное не настолько может быть религиозное как с одной стороны как бы представить перед нами этот люк откуда льется свет но при этом этому ведущаяся масса это что такое очень непонятное живое как какая-то плоть поэтому некоторые люди зрители обстрелившие первую сцену думают о том что фильм вообще представляет собой ужастик да и вот эта первая сцена она как бы всех шокирует но мы примерно на это и рахитвали так все таки вот эта биомасса которая валится сверху из окна откуда свет и биомасса это что это это мозг или что это такое это сознание а коробка это как бы голова человеческая но там понятно потому что там образы вот у нас стены вытаскивались из коробки вот эта стена как раз ну понятно что это голова и но это это голова на выбор да то есть по идее язык должен был туда вы его обозначили как бы в нашу сторону что было понятно что это язык как было понятно да и вот ящички вот еще это немножко про детали тоже что заметилось вот когда когда в конце концов значит сознание ваш герой главный достает из чем открывает чемодан и достает оттуда карандаши в общем все вся вот эти вот творческие как элементы да 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 вот это вот а внутри там какие-то гвозди это вот почему там гвозди у вас появились ну не гвозди но какие-то шипы там что они означают это просто следы крепления ну то есть это же все делается ручно это просто картон потом мы покупали специальные такие вот петли маленькие петли замечательные не только покупали и не только покупали да и вот этот процесс весь он должен быть мы добивались того чтобы эта сцена с телевизором она была она казалась максимально тяжелой и затянутой поэтому когда мы посмотрели ее первый раз мы растягивали растягивали делали все больше и больше и когда мы посмотрели первый раз и поняли когда она давит максимально сильно после этого можно поднять ее очень высоко вывернуть все наизнанку и поэтому через это мучение вывести такой спокойный выдох подбраскивает из всех этих коробок садится на пол карандаши что-то светлое из чего-то темного ну да да и вот вот я был покорен совершенно вашим телевизором как вы умудрились вот так оживить это что это вы какие-то мозаики туда вставляли или как как это придумали да то есть вот у нас телевизор мы купили маленькую такую лампочку которая работает от батареек и две лампочки искали очень маленькие лампочки именно просто от батареек поставили сюда две лампочки и у нас были разноцветные стекла вот здесь только белое а у нас они были красные зеленые и синие на свалке раму от картины и пластиковый пластик отрезанных частей да вот красила в разные цвета и использовали как фитеры и мы вот так вот меняли просто каждый раз и ну с каждым кадром меняли и получился вот такой вот эффект то есть там очень много фотографий а помехи это просто водили маркером да определенные участки стирали потом при монтаже это немного изменяли и получается фотографировали то есть я снимала да а костя водил маркером вот учились помехи интересно что у нас соединяется и покадровая анимация и видео потому что некоторых кадрах как-то человека брали человека прикрепляли ему какие-то палки которые находили двигали его так чтобы не было их видно потом тоже монтировали так что тут соединяется два вида анимации но как бы невероятных взглядов это не всегда видно двигать человек на самом деле было очень тяжело особенно в первых сценах потому что у нас нет никакого опыта но последним я тут так подумал что вы слепили специальные руки и ноги отдельно чтобы именно на кадрах можно было оперировать не не прибегая к этому всему организму так и было в конце они все как я сказал снимали первую сцену последней и поэтому нам нужно было много пластилина и мы все эти ноги и руки переработали в эту массу массу и руки-ноги во время съемок хранились у нас в холодильнике в морозилке вместе с банками после лента очень сильно придется замораживать потом ждать пока он размородится чтобы его двигать каждый раз по-новому ну и вот такая трансформация с лицом происходит да сначала круглая потом а вот что и что с лицом происходит расскажите-ка вообще что с героем происходит вот сквозное его состояние его насквозь течение всего всего сюжета герой получается вот круглая такое круглая маленькая первоначально она круглая да потому что человек взрослеет и его части становятся более грубыми здесь он еще ребенок тут он уже взрослый а в конце он уже старик уже старик лицо все более становится осунутым и вытягивается и грубее да и становится если начали у него красные щечки концу у него уже просто белое яйцо и только последней сцене когда он уже очищается у него улыбка появляется и опять красные щечки возвращаются то есть он не становится снова ребенком но он хотя бы немного возвращается прошлое через воспоминания и творчество возвращается кого-то в прошлое свои недроразума извлекает на всю чистоту ну может быть надо было все таки посмелее и не не бояться вот этих вот условностей и вернуть его в детство потому что все таки творчество такое процесс который в общем он помимо не нет это я просто как как говорила авторов это реализация как будто что к режиссуре относится просто как мастер говорил игорь федоров масленников кино дело грубое и вот вот эти вещи их можно можно смелее градуировать что ли да то есть не не мелко очень потому что многие вещи не незаметно не может быть непонятно когда вот такими крупными мазками вот у вас с лицом все отлично единственное что может быть ну это уже моё мы возвращаем как вы говорите у нас есть сцена когда вот он начинает вспоминать и там метают все на фоне этих воспоминаний просто и в конце почему мы не захотели мы хотели показать его молодость возможно надо показывать его было больше подольше держать этот кадр но мы хотели показать что все-таки он остается стариком и молодым ему не стать уже никогда и поэтому как бы он не очищался он уже все-таки на сконе лет и поэтому все-таки ему близка скорее уже смерть в жизнь то есть он уже как бы пострадал от телевизора и назад ему уже сложно вернуться если невозможно по своей вине вот мне к 60 я чувствую что что такой безысходности на свете нет мое мое наблюдение вот так ну теперь скажите вот у вас музыкально интересно решено тоже звуковая такая партитура разнообразные совершенно и а вообще ну да давайте вот об этом немножко расскажите наш первый именно такой большой проект и впервые работали именно таким сложным звуком у нас там очень объемная на монтажном столе была звуковая дорожка то есть например скрип это не просто был один скрип а наложено несколько разных скрипов разной тональности чтобы звук был такой более натуральный музыку очень долго искали но про музыку лучше тоже музыку добавляли разбавляли некоторыми эффектами накладывали может быть иногда несколько треков друг на друга и поэтому наверное такой эффект и получился да возможно следующий следующий следующим разам следующим проектом мы постараемся давай считать себя музыкальную тему да да и звуки интересные у вас найдены вот этот вот тонкий такой просто как иголка такой звук вот этот нарастающий да который потом обрывается так ну и а вы сказали что у вас планы уже есть на будущее вы можете поделиться творческие планы да да конечно мы уже готовимся к нашему второму фильму мы собираем декорации уже месяц уже месяц да это тоже будет фильм коробки но немного другой то есть мы не будем повторяться изменится и коробка и герои внутри да станет не один а два да и герой будет не пластилиновый я немного другой тоже все достаточно оригинально будет выглядеть мы купили свет как как вы видите вот убили в оригинальный свет вот сюда это чувствуется потому что ну мы снимаем дома у нас как бы в устном не предоставляет никакую студию никакую такую поддержку поэтому приходится выкручивать сложно мы справляемся да специальный механизм чтобы снимать коробку вот в ограниченных условиях как раз и рождается что-то настоящее такое а как долго вы готовили этот фильм вот этот фильм получается ну как кости уже стал идея полгода где-то вынашивалась потом месяц только месяц мы делали коробку стали сценарий коробки да сейчас принесем коробку да на это экспонат уже для истории вы ее сохранили у нас тут снимаются как бы все стены чтобы можно было камеру ставить то есть вот снимается ухо как все остальные стены вот эти пестрые веревочки вот эти это что они все это что это за да 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 вот это вот веревочь которого с руками да да из уха тянется из куда-то еще разные органы чувств производят разные ощущения каждое ощущение у нас передано своим предметом да то есть глаза но самое такое понятное это там у нас проигрывается видео они открываются как в слове потом предметы из внешнего мира да то есть самое главное орган восприятия это именно зрение потом нос у нас там такая трубочка с водой это запахи да вот трубочка мы брали воронку заливали в нее воду чтобы вот снимать вот отсюда это запахи то есть он собирает их когда жидкость и запах он собирает их колбу и ставит рот это соответственно вкус и да вот тут даже конфетка лежит и язык сделан а лучше веревки это как раз это звуковые впечатления то есть нитки это слух и там у нас кадры где он именно вытягивает нитку да 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 и рвется это веревочка но именно музыка у нас первый раз появляется когда он ее вытянул то есть вот это как раз я все боялся что она закончится или вырвется оттуда или что-нибудь вот такое просто за живое меня зацепили ну интересно становится как бы связи последней связью с внешним миром когда он зависает в этом телевизоре она из уха тянется и прикрепляется прямо к нему возникло прямо во время съемок меня случайно прицепили к телевизору после им и затем мы решили использовать это как образ да то есть как провод провод который тянется из уха то есть единственная связь оставшиеся с внешним миром он не видит ничего он только слышит как бы то что относится этой коробке да то есть воспринимает мир через последних в конце этой веревки и свет который заполняет комнату это мы так передаем то что в конце жизни он как бы опять открывается к этому миру то есть весь свет возвращается к нему и поэтому и разве что так много веревок так много света много картинок то есть конец у нас скорее хороший очень плохой музыка собственно в конце тоже говорит о том что финал светлый но главное вы сумели такую атмосферу и создать настроение фильма что по моему зрители смотрят это и они по-разному могут интерпретировать эти образы вот хорошо что вы сейчас рассказали вот свою историю на что вы имели ввиду но он получился очень очень многозначный фильм и из-за этого прослеживается глубина большая глубина потому что вы выбрали такие образы которые можно по-разному интерпретировать и человек зависимости от того вот какое у него там настроение на как он начинает применять к себе эту историю да он уже включает свое воображение и ваш фильм дает хорошую основу для того чтобы задуматься на эту тему мне понравился фильм и все в общем то те которые видели члена жюри они тоже очень высоко оценили ваш фильм но единственное что да действительно он он действительно держит держит от начала до конца но если вы хотите что-то конкретно донести до зрителя то вот это вот этого разнообразие все таки должно быть меньше это вот артхаусному кино свойственно так как бы выразиться что-то такое как бы сказать а дальше уже каждый понимает как силу там свои образование своего опыта но если вы хотите что-то конкретно выразить да тут надо уже точно точно формулировать не искать формы такие чтобы вот эти разноразнозначности было меньше зависимости от того что вы чего добивались но то что его смотреть не скучно совсем не не хочется смотреть это вот совершенно точно то вам удалось это может быть самое самое но не самое вернее но очень важное для для вообще любого произведения кино произведения когда текста ведь нет да никто тебе ничего не объясняет и остается только работа того что ты видишь но очень сильно экран то может быть но если идти корням то вот настоящее кино это как раз то что можно смотреть без всяких дополнительных подпор без без текста без музыки ты смотришь на изображение и она собственность само за себя говорит вот это вот настоящее что это будет цель хорошая если что вот надо пытаться тогда находить вот все-таки добиваться того чтобы вот решение этот образ работал именно на на идею которая которую вы закладываете вот я к сожалению не прочел вот это то есть как бы это очень близко но вот вот именно так как вы сформулировали да то что человек слепнет процессе как бы жизнь перестает воспринимать это вот я не прочел может быть я может быть я просто сходу вот только что посмотрел первое впечатление но впечатление яркое спасибо вам большое за тут я совершенно независим оказывается вот все все жюри было восторге я к ним присоединяюсь вот и не знаю что если но пожелаем тогда творческих успехов в дальнейшем что мы ждем ваши фильмы на кинофестивале и вообще будем очень рады с вами встретиться еще на церемонии кинофестиваля мне очень очень ценно что вот вы сидите вот в этом светлом кабинете киро розово подсвечено да и в красный розово-красной рубашечки так стильно молодцы даже вот это тут вы не подкачали совершенно приятно было с вами побеседовать спасибо ну не знаю там у вас же есть какое-то общение да вот я не знаю но общение я имею ввиду вот с ну с мультипликаторами там или с художниками или вы сейчас на нет просто да проблема в том что у нас вуз именно специализируется на мультимедиа технологии только то есть у нас анимации никто не занимается у нас именно будет вы вы ведь не не как бы не решеткой загорожен в этом вузе правильно вы живете в самом можно сказать мультимедийном городе и вообще границ нет совершенно и кроме того кирилл ты не знаешь но ребята собираются приехать на кинофестиваль а на кине волшебный фонарь и будет возможность встретиться с нашими вот корифеями и другими режиссерами я надеюсь что это будет хорошее место для встречи ну да мы в москве есть отличный мультипликатор старый вот со стариками общайтесь со стариками пока они живы они они вас мне кажется с интересом будут с вами общаться и возьмут вас как-то в какой-то круг своего общения и в общем поработаете с ними и вам это будет интересно и им будет радостно что есть такие молодые силы которые творятся можно сказать из себя просто это напутственное слово спасибо за компанию до встречи скорой спасибо всего доброго до свидания